Жители края соседней Бурятии просят помочь Будде. Внутрь статуи этого божества, которое сейчас находится в Читинском Дацане, требуется заложить не только драгоценности, но и воду с озер и землю из недр Забайкальского края. Для какой цели узнавала Виктория Михайлюк. Все виды тканей, растения, злаки, озерная вода, зеленый чай и четки, а также драгоценные и цветные металлы, камни и обыкновенная земля. Все это должно заполнить полую внутри статую Будды. Такая начинка ценна не золотом и серебром. Внутрь поместят еще и 20 тысяч священных текстов. Мы же как бы в Забайкальском крае находимся, и поэтому Будда как бы внутри вот эти обилия и богатства Забайкальского края, Будда, она как бы пришла домой в столицу Забайкальского края, и тем самым будет нести вот это добро, взаимопонимание. В Читинском Дацане сегодня завершены все отделочные работы, но пока здесь безлюдно. Для того, чтобы начались службы, нужно сначала осветить статую. Но для этого от кончиков пальцев ног до головы она должна нести в себе символы Забайкальского края. Буддийское духовенство просит всех желающих приносить предметы в Читинское представительство Агинского Дацана. Вот на этот кедровый трон будет установлена статуя Будды. Несмотря на приличный вес божества, почти полтонны, святыню водрузят вручную. Ожидается, что это событие произойдет летом, но даже сейчас, заходя в храм, монахи будто слышат голос Будды. Кажется, что взор статуи обращен не только в глаза, но и в самое сердце. Виктория Михайлюк, Фуатна Серли, Вести Чита.